Здравствуйте! В эфире город Эсс и Татьяна Дмитриева. Предприятие Самара Водоканал в октябре готовится отметить грандиозную дату 130-летия. Какую воду пили самарцы в советское время? Как со временем менялись технологии по очистке воды и организации водоснабжения? Об этом говорим сегодня. И в нашей студии ветеран муниципального предприятия Самара Водоканал Виктор Мартыненко. Виктор Федорович, здравствуйте! Добрый день! Скажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда вы попали на Самара Водоканал? Какое у вас было к тому времени образование? Вообще это такой стаж? Стаж и человека? Ну, в Самара Водоканал я попал в 1976 году. Я учился на пятом курсе вечернего факультета Самарского сейчас университета, в то время института. А до этого я закончил строительную технику по специальности ПГС. Отслужил три года на Северном флоте. Да. Ужасно. Да, демберизовался я в 1971 году. И с 1971 по 1976 я работал в ВОКСе нашего медицинского института. И учитывая, что я учился на факультете ВК, надо было как-то устраиваться по специальности. Ну вот, пришел на работу в Водоканал. Ну, у вас такое достаточно серьезное уже было и образование. Да. В общем, и такая школа за плечами, как армия. А что тогда представлял Самара Водоканал из себя, как инженерное сооружение? Что это было? Большое предприятие или только что-то там строилось, воздвигалось? Нет, даже для того времени это было довольно-таки большое предприятие. Город получал, ну, я считаю, на тот момент такую же, как и сегодня, качественную воду. Работала городская водопроводная станция, НФС-1. В то время строился городские очистные сооружения для очистки воды, биологической. Потому что это по всему бассейну Волги в то время строился. Проектировалась уже станция НФС-2. И как бы уже готовилась к проектированию вот Самарской заречья, вот эта застройка. И НФС-3 там должна быть построена. Да. И вообще вот, что значило в то время работать на Самаро-Водоканале? Вот это было престижным или таким обыденным явлением? Какая-то социальная база была у работников, чтобы говорили, вот как хорошо работает человек на Самаро-Водоканале. И, наверное, и зарплата у него хорошая, и отдохнуть он может на турбазе и так далее. Вот что это было? Какая была атмосфера? Ну, лично мое мнение, ну, как бы, я бы сказал, не очень престижной было это. Ну, у нас был Владимир Николаевич Писарев, который говорил, потому что работали вот буквально день и ночь, и очень... Снабжение было очень по фондам, не хватало материалов, не хватало техники, не хватало и людей. Зарплаты не очень высокие были. Ну, и все-таки люди держались, да? Люди держались, ну, квартирами. Вот, что-то плюсы были, да? Горосполком в то время как бы внимание уделял этому моменту. Ну, и люди, как говорится, шли иногда из-за квартиры. Да, ну, и то хорошо, и то плюс, да? Конечно. Скажите, пожалуйста, значит, вы начали с какой должности, так скажем? Пришли туда и устроились? Я начал с должности начальника участка канализационных сетей. Участок? Это вот участок в том понимании, это сколько человек? Какие объемы работы, что вы делали? Ну, в то время был цех, такая городская канализационная сеть, и там было два участка. Вот одним из участков руководил я. Сразу стали руководить, и ваше подчинение уже были... Ну, где-то человек, 30 человек народа, были машины, автомобили, вот, которыми выезжали на прочистку, на профилактику канализационных сетей. Да, вот начали. Вот дальше, дальше. Да, а дальше, дальше, и к чему вы пришли, вот в результате? Вы же 40 лет, да, проработали? 40 лет проработали. Ну, правда, три года был перерыв. Ну, ничего. Уехать в Венгрию я с 79 по 82 год работал в Венгерской народной республике по линии Министерства обороны СССР. Как интересно тоже. А когда вернулся в 82 году, я перешел в другой цех, потом занимался только чистым водопроводом. Да. А вообще, вот, такое, может, вам покажется странный вопрос, но все-таки вот для горожан, мы какую воду пьем? Это вода из Волги или уже отработанная, которая уже все прошла, и она просто очищается? Вот что мы сегодня пьем и раньше? Разница есть какая-то? Мы пьем воду из Волги, но она, естественно, очищается. Она проходит многоступенчатую очистку, проходит двух, первичное и вторичное хлорирование. То есть мы пьем очень качественную воду, и по сравнению с Санкт-Петербургом и Москвой вода у нас значительно, по многим показателям лучше. Многие установили просто вот в последнее время бум какой-то, вот, всякие очистительные системы, и вот это оправдано? Нужно все-таки это делать? Или по районам все-таки качество воды, оно разное бывает? Где-то хуже, где-то лучше, да? Ну, конечно, рядом с очистными сооружениями вода, конечно, почищается, там существует остаточный хлор, но где-то в конечных, на периферии, там, да, возможно, какие-то проскоки могут быть. Но в целом, в целом, я еще раз повторю, что вода очень чистая, качественная, и пить ее просто необходимо. Там присутствуют какие-то микроорганизмы, а то, что мы в бутылках, там же их нет. Ага, ну вот плюс наши воды. Кстати, вот бывший руководитель Самарводоканала Владислав Николаевич Плятнер, мы снимали сюжет с его юбилея, и он как раз в нем и сказал, что я всегда пил, и до сих пор пью нашу воду, и что она вот действительно просто замечательная. И это не то, что потому, что вот вы там работаете, пьете, а это нужно всем. И поэтому дожил до 85 лет. Да, а давайте посмотрим сюжет с юбилея и продолжим разговор. Спасибо вам за воду, которая течет из наших кранов. Владиславу Николаевичу Плятнеру 85. Это человек, который всю свою жизнь строил в Самаре водопровод. С юбилеем именинника поздравляет целая делегация. Глава Самарского района, сотрудники водоканала и представители городской администрации. Праздник двойной. В этом году водоканалу исполняется 130 лет. Владислав Николаевич помнит, как праздновали предыдущие и даже вековой юбилей организации. Вы сделали такой большой вклад в городу, что жители города вам были благодарны, потому что вся вода, которая идет, это была ваша рука. И большой родительский водопровод получил именно, когда вы руководили. В водоканале Владислав Плятнер трудился с 1961 года. За 40 лет был и начальником насосно-фильтровальной станции, и главным инженером, а потом и директором водоканала. Про себя, говорит, работал всегда честно, не халтурил. И за воду, которую подавал в дома самарцев, отвечает головой. Я пью только нашу воду. Я не пользуюсь этими бутылочками. Я пью прямо из-под крана. Всегда пил и пью. Я знаю, что она хорошая, хотя говорят, что она там мутная и все. А да, везде мутная. Юбиляру, как полагается, все почести, цветы, подарки, медаль Куйбышев «Запасная столица» и путевка на турбазу. Дышать свежим воздухом и поправлять здоровье. Тем более, что сам Владислав Николаевич всегда любил путешествовать и отдыхать на природе. Все праздники отмечают. Вы, наверное, тоже попали в то время, когда работал Владислав Николаевич. Да, Владислав Николаевич в это время был главным инженером. Владимир Николаевич Писарев был начальником управления. Он называл производственное управление водопроводного канула или зонного хозяйства Самарского горосполкома. Ну, что я могу сказать? Это очень... Они друг друга дополняли. Писарев как директор, как руководитель, а Плятнер как технический руководитель. То есть вот этот тандем, он многое очень дал городу. Я считаю, что много было построено благодаря, как говорят, пробивной способности Владимира Николаевича и техническому руководству Владислава Николаевича. То есть мне очень приятно, что я очень близко знакомый с тем и другим. И при них я стал... Вот в 85-м году я стал начальник цеха. Цех обслуживал два района, Октябрьский и Железнодорожный. Кроме того, были в цехе участки канализации. То есть был маленький водоканал, который обслуживал где-то 200 тысяч жителей. А вообще, чтобы нам представить, как вода доходит до крана в каждой квартире или до предприятия, социального учреждения, вот что происходит? Вот если так схематично обрисовать, потому что мы вот открываем кран и пьем, и мало кто задумывается, какой за этим стоит труд. А ведь это же... Это колоссальный труд стоит. Это вот с чего начинается? С чего начинается? Ну, начинается все с оголовка. То есть на каждой насосной фильтровальной станции есть оголовок, который забирает... Она подает на смесители, где подаются реагенты. Очищающие это уже, да, или нет? Не очищающие, а как бы укрупняет вот те микрочастицы, которые находятся в воде, чтобы они выпадали в осадок. После вот этого они попадают в отстойники, где она отстаивается. И после этого она попадает на уже очистные сооружения. Допустим, на НФС-1 это скорые фильтры. И в фильтрах уже она очищается. Потом она хлорируется. А затем она насосными станциями первого, вероятно, второго, третьего подъемов она подается в разные части города. В зависимости от предназначения того или иного водовода. Да. Ну вот вы сказали, что вы были в Венгрии, несколько лет отработали. Вы сравнивали там систему подачи воды, водоснабжения вообще, которая там и которая у нас? У нас какие-то вот плюсы есть, а может там что-то получше. Вот что-то, наверное, все-таки как специалисты. Ну я немножко не связан был именно с водоснабжением. Но все равно. Ну там было намного хуже. Ну вот видите. Там было намного хуже. Здесь, я считаю, вообще весь сам подход к себе совершенно иной. То есть в первую очередь это дать ту, которая не влияла бы на жизнеспособность и жизнеобеспечение нашего города. Да. Ну Владислав Николаевич, конечно, просто прекрасно, можно сказать, отрекламировал свое. Ну пример, да. Пример подал, да. Да. И воду, сказал, что 85 лет человек пьет все время воду из крана, поэтому тут переживать и сомневаться не стоит. А вообще история развития, она такая многогранная. Вот если взять историю вот и оглянуться 130 лет назад, то почему построили вот первый водопровод? Мало кто знает. Мало кто знает. Пожары. Ага. Мало кто знает. Ага. Он был очень талантливым водопроводом, очень талантливый инженер. И вот 14 октября 1986 года был построен первый участок самарского водопровода. Он всего составлял 27,5 километров. На нем были установлены 90 задвижек и самое главное 242 пожарных крана. Чтобы предотвратить вот именно пожары. Да, понятно. То есть первая причина, это вот от пожаров. Это пожаров, от пожаров, да. Не то, чтобы водопровод... Была построена первая городская водопроводная станция, которая и сейчас работает. Она стоит рядом с пивозаводом, это насосная станция. Но воду брали, воду брали со скважин. То есть были... Она была очень жесткая. Где-то жесткая доходила до 60-50 градусов. Она в первое время вызывала нарекания жителей. Вот. И потом они стремились ее как-то смягчить. Вот что с ней сделали с этой водой? Это уже в 1957 году. Это уже после войны. После войны была призвана реконструкция. Построены были отчистные сооружения. Это напротив института по улице Чапаевской. Они по тем временам были... В Советском Союзе не было таких. Это контактные осветлители. Производители еще до 50 тысяч кубометров в сутки. Они были своего рода первыми. Проектировала наша Московская Академия коммунального хозяйства. Профессор Минц там, другие. То есть... АНФС-1 была запущена в первую очередь в 1931 году. Это насосно-фильтровальная станция. Которая на Пятой Просейке, да. Потому что город развивался. Требовалось как можно больше воды. Поэтому было решение уже в советское время строить насосно-фильтрование. Станция номер один в районе Пятой Просейки. А сегодня сколько станций у нас в городе? Сегодня станций четыре. Это НФС-1, НФС-2, НФС-3 и ГВС. Вот суммарная мощность до миллиона кубометров мы можем подавать. И городские очистные сооружения, которые с биологической очисткой они могут тоже очищать до миллиона кубометров. Качество, я считаю, даже вот ГОКСа нашего очистных сооружений, по некоторым показателям мы превосходим ту Волжскую воду, в которую мы сбрасываем. То есть мы сбрасываем значительно чище, чем сама река Матюшка. Ну, все меняется и в природе, да. Ну, хорошо, что мы пьем такую воду. Я хотела бы еще уточнить. Вот есть такое понятие культура водопотребления. Вот вы, как профессионал, специалист, вот что могли сказать горожанам? Потому что вот раз есть оно, да, наверное, что-то, какие-то знания должны быть у горожан, как правильно потреблять воду. Может, какие-то ошибки допускаются, еще что-то. Как вот у меня знакомая одна говорила, принимает ванну, там ее муж говорит, как слона купает. Вот включит и сидит там два часа, а вода все льется и льется. Это же тоже, наверное, неправильно, да? Вот у вас какие-то есть свои соображения на эту тему? Я считаю, что культура пользования водопроводного вода появилась после того, как установили счетчики. Сейчас многие установили в квартирах и домовые счетчики. И сразу водопотребление снизилось. Да. Поэтому вот вам и культура. Да, все нужно мотивировать. Сейчас первостепенная экономика. Да. То есть, ну, что греха таить, во всем мире вода везде экономится. Да, 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 конечно. Это ресурс, который, в общем-то, исчерпывается. И она очень дорого стоит. И та цена, которую мы, как говорится, покупаем ее, ну, она не соответствует тем затратам, на самом деле, которые затрачиваются для того, чтобы ее подготовить. Вы даже представить себе не можете. Вот на сегодняшнее время 1700 километров водопровода и 1500 километров канализации. 200 насосных от станций подкачки. Да. Уникальные сооружения НФС-1, НФС-2, НФС-3. Они разные по своим характерам, по своему качеству, по значению. Та же самая городская водопроводная станция. До сих пор люди не нарадуются, что здесь мягкая вода. И качество очень высокое. Потому что качество контактных осветлителей, по сравнению со скорыми фильтрами, она немножко значительно получше. Да. Ну, вот я поняла, что вы изучали историю Самарского водоканала с самого начала, да? Даже 130 лет. Ну, не то, что изучал. Ну, интересовались, как минимум. Какие факты вас, может быть, особенно поразили? Что тоже интересно было горожанам? Что такого вот своеобразного и действительно вот интересного? Интересного то, что вот, ну, взять советское время. То есть был какой-то план развития города. Под этот план развития города развивались и сети. Не только водопроводные, не только канализационные. То есть и электрические сети, и тепловые сети. То есть все это, это была не точечная застройка, как вот в последнее время модно. То есть строили целость микрорайона. В этом микрорайоне был детский сад предусмотрен, была школа предусмотрена. Вот это мне очень импонировало. И, по-моему, каждому жителю импонирует. Вот сейчас, допустим, вот наконец-то в Волгаре там тоже как бы застройка, целый поселочек. Там и школа, и детский сад. И ко всему нужно вот водопроводные вот эти вот сети. И да, нужно подвести вот это. Да. Все резервы предусмотреть надо. И раньше вот глав АПУ очень много делал для этого. То есть оставляли какие-то коридоры для прокладки водоводов. То есть вот эта инженерная мысль и город, как бы, они принимали активное участие. Я до сих пор с благодарностью могу сказать. Алексей Иванович Родионов, который курировал нас, он очень много помогал в любых вопросах там. И в каких-то аварийных ситуациях приходил на помощь. Особенно вот привокзальные котельные, которые отапливают железнодорожные районы и вот новые микрорайоны. У нас там, к сожалению, были проложены не совсем качественные трубы. Они часто рвались, особенно в зимнее время. И он сам лично выезжал, особенно когда там температура за 30. Говорил, Виктор Федорович, какая-то нужна помощь. И мы снимали строителей, которые укладывали эти трубы в назидание. Потом вот Митю Волкин Владимир Владимирович, вот все вот эти замы, как говорится, глав администрации, позже уже, раньше был председатель, Буросполком Моросовский, Александр Иванович Овсянников, все вот они как бы оказывали... Ну, конечно, такой высокий социальный статус предприятия, это же жизнеобеспечивающие предприятия. Вот этот статус как еще отражался на том, что это предприятие, без которого вообще вообще нельзя, без воды, как говорится... Жизнь невозможна. Да, жизнь невозможна. Вот как вы это ощущали все? Все это работает в круглосуточном режиме? По крайней мере, вот любое обращение, любое обращение, оно не оставалось без внимания. То есть в любом случае вопрос этот как-то решался, как бы он не был сложен. Поэтому все строилось, развивалось. А потом наступил вот такой период, очень сложный для всех, когда начали вставать заводы. Нам было очень много передано сетей ведомственных от заводов, от предприятий, от фабрик. Это какие годы? Это 90-е годы. Это 90-е годы, было очень много сетей передано. Они были, конечно, в ужасном состоянии. И стал вопрос, что с ними делать? Было принято решение. Ну, учитывая, что мы немножко уже как бы узнали, как на Западе. То есть, ну, многие ездили в командировки, увидели, какая там запорная арматура, какие ремонтные материалы и так далее и тому подобное. То есть, ну, как бы с них начали брать пример. Очень много мы заменили запорную арматуру за последнее время. То есть, стали уже вот в ремонтных бригадах те ремонтные материалы, там и муфты, и хмуты, которые применяются на Западе. То есть, они улучшают и качество ремонтных работ, и скорость, и так далее и тому подобное. Да. Приобрели вот в последнее время лаборатории, робототехника. То есть, мы можем, как говорится, изнутри посмотреть эту трубу, в каком она состоянии. Угу. Которая потом записывается все на компьютер, и потом просматривается, анализируется. Высокие технологии вам не чужды, да? Не чужды, да. Да, это хорошо. Утечи, трассы, искатели. То есть, вот это все стало работать на простого человека, цех, который эксплуатируют. И значительно там скрытые утечки начали находить, вот то есть, чтобы сократить потери. Угу. Вот есть ли у вас какие-то последователи, может быть, или нет, или вы один из семьи работаете на Самаровой водоканале. Как сложилось? Ну, сложилось, я бы сказал, ну, династии, как таковой династии нет, но и дочь немножко поработала, она юрист, она в юроделии работала. Все-таки, да? До прихода москвичей. Вот. Жена сейчас работает, она смечится в медном отделе. То есть, как бы... Да, все равно втянули вот такая вот машина. А так, на самом деле, вот если сказать, что самое главное, вот в Самаровой водоканале, Самаровой водоканал всегда славился людьми. Вот их самоотверженный труд в любое время дня и ночи, в любую погоду, чтобы лишь бы обеспечить людей вот этой водой. Да, вот такая задача ставилась всегда руководством, и люди поднимали, конечно. Всегда. Любой ценой дать воду. Вот, я так устроен, и меня воспитывали, особенно, когда я был начальником отдела водопровода. Я с 99-го года по 2008-й был начальником отдела водопровода, то есть я отвечал за водоснабжение всего города Самары. Ой, какая ответственность. Да, большая. Постоянно на телефоне. И ночью, и днем, и не знаю где. Постоянно какие-то решения, каких-то вопросов. И последние годы, вот, шесть-семь лет я работал начальником центральной диспетчерской службы, то есть как бы, ну тут немножко должность как бы главного инженера ее не стала, а вот все решалось через центральную диспетчерскую службу. То есть распределение дорожно-строительной техникой, планы на каждый день цехами, их выполнение, качество, отчет, то есть все через... Да, даже дорожно-строительная техника в вашем, да, вот так вот. Все в наших руках было. Ну и трех с половиной тысячный коллектив надо было им управлять. Потом режим, режим, режим водоснабжения. В последнее время, конечно, в связи с тем, что и предприятия как-то меньше стали брать воду, многие... Их вообще не стало. Взять тот же ЗИМ, завод 4 ГПЗ, вы видите, в центре города. Вот, то есть сократилось водопотребление вообще по городу. Население тоже начало как бы экономить. То есть появился какой-то резерв и на головных сооружениях. А есть резерв воды? Да, есть резерв воды, да. Это такой стратегический, конечно. Мы можем дать значительно больше, но... То есть это, я считаю, неплохо, то есть есть к чему развиваться городу. То есть не надо задумываться. Потом резерв появился и по самим магистральным водоводам. То есть мы могли отключить какой-то безболезненный водовод для его ремонта. А вот в советское время, когда работали все предприятия, то малейший сбой, это прям грозило чуть ли не катастрофой. Ну, уже вот 130-е годовщина будет Самара Водоканала. Помните ли вы какие-то такие юбилеи, может быть, которые отмечали, также которые тоже вам запомнят? Вот что происходит на этих празднованиях, встречах? Кого чествуют? Может, какие-то династии назовете такие, которые сложились все-таки на Самаро-Водоканале? Такие вот выдающиеся... Я помню 100-летний юбилей. Ой, так звучит. Он праздновался в звезде. Это был 86-й год. Чествуют всегда людей, которые работают. Вы же сказали, что самое главное на предприятии – это люди, да? Да, люди. Чествуют людей. Конечно, и награждения были. Вот когда я работал начальником цеха, у меня были два орденоносца. Вот Станислав Тимофеевич Фирюлин и Василий Викторович Лесименко – экскаваторщик. Экскаваторщик и орден получил. Это же как нужно было отдаваться такой работе. И сварщик. А орден – знак почета. Поэтому в советское время человек труда был всегда в почете. К сожалению, сейчас немножко перекос какой-то в этом плане. Видно, да. Помню 110-летний юбилей. Тоже праздновали. Как раз построили мы турбазу, и мы праздновали на турбазе. А где у вас турбаза? Турбаза в студенном районе. То есть там прекрасный вид на Волгу, прекрасное здание было выстроено. Ну там даже строили какое-то, по-моему, или НФС, или какое-то сооружение отвода канала, да, по-моему, было там в этом районе. В этом районе там первый подъем НФС-2, то есть где забирается вот эта сырая вода. Там вы работали со скалами, да, вот что-то вот приходил Владимир Николаевич Писарев, и он рассказывал очень... Да, там кессонщики работали. Там вот на базе вот этих, где работали кессонщики, то есть это все под давлением. То есть они работали по 4 часа, им нужно было потом выйти из этого состояния, чтобы под давлением работать. Вот он вспоминал вот именно... А потом на основании вот этого уже блока построена была туристическая база, где отдыхали, ну, с семьями. Да. Там была хорошая столовая, кормили неплохо, ну и пляж был чистенький. Да, да, да. Не то, что в нынешнем времени. А вот этот буклет, он к какому времени относится? Это когда праздновали что-то? Это 110-летие. 110-летие, которое вы все-таки выпускает предприятие буклеты. Красота. Красота. Это просто, да. Вот, и вот здесь даже есть вот в конце фотография, тут весь руководящий состав того времени. Да. И здесь даже вот ваш покорный слуга. Ну вот, очень хорошо. На 110. Во главе сплятнера. Скажите, пожалуйста, этот вопрос я задавала Владимиру Николаевичу Писареву, также бывшему руководителю самоработной канала. Какое-то любимое выражение, связанное с водой. У вас есть такое вот, или определение воды, или вот кажется, вот как вы относитесь к воде, что для вас вода, раз уж вы по жизни с ней связаны с водой? Вода — это жизнь, если коротко. Да. К 120-летию у нас даже гимн есть, был сочинен гимн, который прославлял и наше предприятие, и воду. Написал его Басов, это был начальник отдела по связям с общественным. К сожалению, вот совсем недавно он ушел из жизни, ему было всего, навсего 57 лет. Прекрасной душей человек был. Да. Но вы продолжаете общаться с бывшими сотрудниками, с коллегами? Конечно, конечно. Я вот пользуюсь, что я здесь в студии, я бы хотел просто передать огромный привет. И вот Иоанна Анатольевичу Афанасьевичу Кирсанову, с которым проработал очень много. И Виктору Дмитриевичу Асманкину, это бывший главный инженер, с которым мы тоже общались. И Владимиру Николаевичу Писареву, и Лысаву Николаевичу Плятнеру. Это мои, как говорится, наставники. Вот. Черналева. Наталья Ивановна, она до сих пор еще работает в Водоканале. Ну, в СКС я имею в виду. Поэтому многие еще остались. Шапкин Николай Васильевич. Да. И что самое главное вы хотели бы пожелать? Я хотел бы пожелать, во-первых, ну, я бы хотел поблагодарить всех тех, с кем мне довелось проработать рука об руку. Много бессонных ночей, много труда, много пота, много нервов было отдано для того, чтобы наш Самарский Водоканал процветал. Поэтому я просто хочу поблагодарить их. Ну, и пожелать им всем в этом юбилейном году здоровья, счастья, благополучия. Того же мы желаем и вам. Спасибо большое за то, что пришли, рассказали об истории предприятия, о вашей работе на нем, о вашем вкладе, который вы внесли. Также от всех горожан. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова